Ну что, друзья, понервничали немножечко долларов, так сказать, там начал расти, всё, обвал и так далее. Ну, давайте посмотрим. Я недавно снимал видео о том, что там из-за роста нано всё обвалилось. И что же я сделал, и что случилось сейчас. Давайте посмотрим. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Напоминаю, что в своём предыдущем видео я сказал, что я не особо нервничал с акциями, я вообще ничего не делал. И я единственное, что сделал, это продал доллары в шорт, буквально, то есть по 75 рублей, когда доллар взлетел высоко. Давайте сейчас посмотрим, как он взлетел, как это было всё. Вот сейчас я показываю доллары. Вот они, доллары резко взлетели. Они были там сначала 73.54, вдруг 74.74, и где-то вот здесь вот я их продал. Вот. Ну, а доллар продолжил расти на самом деле. И, ну, что делать? Продолжил и продолжил в пятницу. И кто-то там ехидничал, что, ну-ну, Юра, давай-давай. Вот. Ну, давайте посмотрим, что с долларом произошло. Да вы уже знаете, собственно говоря. Вот. Сейчас он 74.72, сейчас я вам покажу, что произошло с долларом у меня. Вот у меня на счёте сейчас 0.54 доллара, потому что я их выкупил, те доллары, которые я их продал в шорт сегодня. Так, сейчас я посмотрю, сделки видны или нет. Вот она, 1357 долларов куплено назад. Всё. Были проданы по 75, я не дождался 74. Я выкупил их по 74,32. Ничего страшного. По где-то 63 копейки с каждого доллара. 1357 умножим на 0.63. Ну, сколько там получается? Ну, ты ещё заработал. Без паники, без дёрганий. Ни одну акцию я не продал. Вы видите, всего одна сделка сегодня выкупал акции назад. Вот и всё. Что с индексом РТС? Давайте посмотрим. Вот оно, падение в пятницу было гигантское. На этом я заработал, кстати. У меня до этого, я там хорошо заработал, до этого было 21 тысяча, так сказать. Ну, там небольшая сумма у меня на срочном рынке сейчас. Вот он график, с которым я ушёл на выходные. Посмотрите, вот эта красная линия, она практически горизонтальна. Куда бы ни ушёл индекс РТС в понедельник, он мог резко завалиться либо вниз, либо вверх. Это значило, что индекс РТС завалился. А я, ну, если он падает вниз, вот у меня, посмотрите, дельта 0,0, минус 0,04. То есть, практически горизонтальная линия. Дельта – это производная от, ну, если вы помните, что такое производная от функции, это производная от цены. То есть, смотрите, если цена, то есть, если 0, то значит, она практически горизонтальная, то есть, ничего не меняется. Вот, если индекс РТС падает, то у меня ничего не меняется. Если индекс РТС растет, тоже ничего не меняется. А что означает? Вот она вот красная линия, это то, на чем остановились торги на тот момент, на самом деле, когда я этот график делал. Я просто, так сказать, часов в 10 ночи вечера, я спать уже захотел, вот такую соорудил конструкцию и все. Но при этом, если вот поколебавшись, если вот ничего не меняется, если он поколеблется и на 160 тысячах индекс РТС закроется в четверг, то у меня был бы плюс 30 тысяч. То есть он постепенно вот сюда бы поднялся под эту распаду. Вот такая штука опционной стратегии. То есть, смотрите, здесь я абсолютно ничего не теряю, но могу найти, что у меня сегодня. А сегодня у меня... А сегодня я уже перестроил эту стратегию, то есть я, так сказать, немножечко повертел ею. Сегодня у меня прибыль дня, смотрите, плюс 3428 рублей, при этом на счете вот 34 тысячи, ну было 30, соответственно. Да, и вариационная маржа 4719, это еще должно было прибавиться сегодня в 19 часов после вечернего клиринга. Но на самом деле это не совсем так, значит, вот уже следующий, через момент, ну на следующий момент буквально вот у меня еще одна, вот видите, здесь позиция еще одна продалась, и поэтому вот такая вот штука. Смотрите, какая штука интересная, вот здесь вот ноль, видите, да, горизонтальная линия, если ноль провести, и вот эта вот линия, это то, что будет, вот, вот эта вот ломаная линия, это то, что будет в четверг на момент экспирации. То есть, смотрите, выше нуля находится от индекс от 159 примерно до 150, до 168 где-то, выше нуля. Да, то есть, если он останется в этом диапазоне, индекс РТС, то я в прибыли остаюсь, то есть, я получу вот либо вот столько, либо вот столько, либо вот столько, либо, ну, с большей вероятностью вот столько. Вот, ну а сейчас давайте посмотрим, что у меня сейчас на счете, вот в настоящий момент. Вот такая у меня позиция сейчас, все это улеглось немножечко. 2 178 я получу, сейчас у меня 39 тысяч рублей на счете. Ну, прибыль дня минус 414, почему? Потому что новый день только начался, 19.32, новому дню еще только полчаса. Вы знаете, что на бирже новый день начинается в 19 часов, вот, поэтому вот 39 тысяч, а там было, если вы помните, сколько там, 35 или 34, 34 тысячи там было. Вот, то есть, немножечко у меня прибавилось, и что сейчас, смотрите, выше нуля у меня от 160 практически тысяч до 168 750. Давайте нарисуем это дело. То есть, вот он вот, индекс РТС, график 30-минутный, давайте 4-х часовой график сделаем. Вот так вот, и сейчас я нарисую его, что у нас будет к четвергу. Вот, 168 750 до, я не помню уже, сколько я сказал там, 157 800, по-моему. Вот, если индекс РТС останется вот в этом диапазоне, вот в этом диапазоне, вот в этом диапазоне, от этого до этого, то у меня будет еще плюс, ну, вот от нуля, грубо говоря, и до, ну вот, основная линия, вы видите, вот это, либо выше. Понятно, да? Вот, что такое срочный рынок. То есть, на срочном рынке опционные стратегии, они позволяют как раз делать предположение не просто, куда пойдет сам индекс, сам актив, а в каком диапазоне он останется. То есть, если он останется в этом диапазоне, я строю соответствующую стратегию. И наоборот, значит, в пятницу, например, что там было, но я обнулил дельту, очень хорошо вы видели эту конструкцию. Вот, ну, а если я считаю, например, что, блин, вот там какое-то вот важное событие и тряхнет рынок колоссально, то ли вверх, то ли вниз, то надо делать вот такую вот стратегию. То есть, смотрите, значит, если он уйдет сюда резко, то пойдет вверх, если он пойдет сюда резко, то тоже пойдет наша прибыль вверх. Ну, а если останется на месте, тогда у нас уже будет все хуже. То есть, есть разные стратегии абсолютно для всего, и обо всем этом я рассказываю, как вы понимаете, на курсе по опционам. Срочный рынок. И когда вот такие колебания, когда есть падение рынка, на самом деле лучше не продавать акции, а лучше хеджироваться как раз на срочном рынке. На этот раз я не стал дико совершенно рисковать, я не стал заводить туда миллион рублей на срочный рынок, чтобы, так сказать, там бабахнуть, потому что, ну, не было у меня уверенности, что, ну, куда пойдет рынок. Поэтому я просто смотрел и решил пока, ну, не вносить туда большие суммы. Я в любой момент могу внести туда, ну, скажем, миллион рублей, потому что на фондовом рынке у меня где-то как раз в районе миллиона рублей есть. То есть, я могу взять кредит у брокера, ну, под залог моих акций и вывести их на срочный рынок. Вот, брокеру я буду платить там какие-то в день 16 поделить на 365 процентов в день. То есть, там 0,00 процента, но каждый день, а здесь можно играть. Я играл, так пробовал, но, в общем, сказать, не советую никому играть в кредит, но, в общем, сказать, у меня ничего не получилось хорошего из этого дела. Поэтому я сейчас крайне осторожен, у меня на срочном рынке, как вы видите, очень маленькая сумма, всего-то 40 тысяч, но можно и проиграть 40 тысяч в конце концов. То есть, не так страшно, а можно и выиграть. То есть, за последние вот несколько дней, за пару недель у меня эта сумма выросла в два раза. Было 21 тысяча. Ну, правда, до этого я опускался. То есть, срочный рынок – это, конечно же, очень-очень-очень рискованная вещь, но иногда он позволяет заработать на резких колебаниях. Особенно колебания бывают резкие, когда не рост, а падение. И падение как раз просто надо ждать вот такого колоссального падения. Ну, когда я почитал новости, с чем связано было падение в пятницу, это вот жуткий страх и ужас по поводу нового штамма коронавируса. Ну, и хрен с ним, я решил, что… Ну, да, и Роснано. Вот, ну, в общем, сказать, я решил, что это не те события, которые повлияют так глобально на рынок. Вот. И что я еще хотел добавить? Я еще хотел добавить, что, ну, моему сыну исполнилось этим летом 18 лет. И я рассказывал про портфель сына. И этот портфель сына был на моем счете на брокерском. Сейчас, ну, у сына, естественно, уже он может открыть свой брокерский счет. Он открыл его. И вчера мы с ним сели и порассуждали, значит, какие акции. Ну, как вывести деньги с моего счета, то есть его деньги с моего счета брокерского на Тинькове. Значит, прикинули, что надо сделать, чтобы не заплатить налог. Вот. Сегодня я продал все акции, как я, ну, как бы, как мы с ними обсуждали. В общем-то, там осталось только Акадия Интернешнл, пять акций на его деньги. Остальные деньги я ему перевел. И сейчас мы формируем, ну, в общем-то, заново портфель. Он уже несколько акций купил. Там Яндекс купил, Газпром, по-моему, ВТБ купил. И, ну, и купил, конечно же, фонд вот этот вот ETF, FXRV. Потому что, ну, потому что он у него был на Яндекс, так сказать, там. Он дал хорошие результаты. Это очень хороший фонд ETF. Там пятьсот, по-моему, акций такой глобальный. И он стоит-то всего-то, ну, он стоил, когда я его покупал, там, рубль 14, что ли. Сейчас мы его выкупили, ну, так сказать, продали и купили руб 33. То есть он спокойно растет. Это консервативный инструмент. И мы с сыном решили это дело продолжить. И сейчас мы формируем портфель. Я думаю, что видео по этому поводу я сниму в ближайшее время. Ну, а что по поводу Роснано еще можно сказать, да? Смотрите, есть некоторые люди, которые рассуждали, что не надо ли покупать Роснано. У меня Роснано не было и нет. Почему? Потому что, кто их знает, что там будет. Если будет реструктуризация, например, и лет на пять они отложат это дело и снимут с торгов, то, в общем, сказать, на пять лет деньги, которые будут вложены в Роснано, будут заморожены. Не гонитесь за такой большой прибылью. Казалось бы, 30% за месяц. Это здорово. Вот. Но есть риски. Я, в общем, так сказать, решил не рисковать. Я даже не лез туда. Вот. Я просто продал доллары и, как вы видите, выкупил их сегодня. Там же на 60 копеек они доллары подешевели. Я их выкупил и все, собственно говоря. Ну, вот такие истории. Оставайтесь на моем канале. Поставьте лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий. Спасибо.